Ну, давайте ее проанализируем. Ну, во-первых, будем рассматривать безвихревые движения жидкости. То есть, ротор уравняет самолюб. Если безвихревое движение жидкости, то значит потенциальное движение на самом деле жидкости. То есть, если ротор уравняет самолюб, то вообще говоря, мы всегда можем представить скорость. Ну, вот в таком корпусе, что у нас есть градиент некоторого потенциала скоростейца. Вихревое движение. Значит, всегда можем ввести потенциал, скорость. Так, давайте тогда вот в это вот уравнение дело подставить. Что мы с вами получим? Так, во второе уравнение подставляем и получаем. Надо было вынести за руку. У представится венденарной фи. n нулевое и m это просто константы. И так, надо было вынести. Значит, здесь будет. n нулевое. Фи. Вообще говоря, сто четыре. Вот на это время. Плюс время. Понимаете? Ясно, что вот это дело константы, да? Все, вместе константы. Причем, какая константа? Вообще говоря, вот это дело равняется. Правильно, я говорю, ой. По той простой причине, что если мы смотрим, ну, потенциал, потенциал, скорость в бесконечно удаленных точках, до туда еще возмущение не дошло, а то он просто равен. Вот. И так, по-моему, это просто равновесное управление. Собственно. Ну, у нас константы есть. Значит, тогда что-то мы получаем, что у нас получается Дельта П, которая есть П минус трену лимона верняется минус трену лимона фи сточки. Фи сточки. Ну, Дельта П это отклонение от давления от разновесного управления. Теперь у нас пользуюсь сайдеопатом. Записан. Давайте. Так. Эту точечку трену лимона три. Это 0. трену лимона. На П с точечкой. Вот. На П с точечкой. А П с точечкой у нас, безусловно, совпадает с Дельта П с точечкой. Потому что П нулевое от времени не зависит. Но равновесное давление не изменялось в нашем обновлении. Так. Дельта П с точечкой. Но, Дельта П потом, он записан. Строняется. Минус, плюс, трену лимона и двое. Время зависит. Фи сточки. Трену лимона. Трену лимона с точечкой. Трену лимона. Это Дельта П мы записали. Ну и вообще говоря, давайте немножечко еще это дело перепишем. Так. Еще у нас был множитель 3 М нулевое на 5 П нулевое. Ум. Вот смотрите. П нулевое у нас сравняло все равно у любого. Может, он донулирует. Правда? Так. Значит, здесь будет 3 на 5 температур. Будет 3 3 на 5 на 5. не важно. Все. Ну, в общем-то, все готово. Осталось только теперь воспользоваться непосредственно уравнением непрерывности. И вот это вот уравнение непрерывности подставляет, так? И у нас есть набло фи уравнение непрерывности подставляет. Из уравнение непрерывности данного моделла получаем. Сомнение непрерывности. И вот у меня есть номер один. То, что вот, что? То есть, есть номер 8? У нас находится номер 8, что? А когда мы сюда подставим муравла фи вместо у, то у вас, безусловно, получится муравла муравла. Это выносило плася фи. Получаем замкнутое уравнение на потенциал скоростей. Что за уравнение сталкивает вы часто с уравнением? Волновое уравнение. Волновое уравнение, да. Вы сразу можете сказать, что означает вот этот вот констант. Волновое уравнение. Волновое уравнение – это квадрат скорости распространения. В данном случае квадрат скорости звука. «5t. 5t». Смотри как. Вот сюда мы пришли квадрат скорость звука. Для таких звуковых движений. Давайте мы увидимся, что действительно это именно квадрат скорость звука, как проверяется. Но просто подставляете гармоническое решение по группе, по уравнению. Подставляете ФИ, Р, Д, равняется ФИ, Омега, Омега, К, на острый глагон, на эспонент ИК, Д, минус ИОмега, Д. И Омега. Но генобел вы получаете, что у нас генобелка в уровне Омега в квадрате, то, что мы с вами со скорость звука обозначили С в квадрате и К в квадрате, на ФИ, Омега, и К в квадрате и К в квадрате. Но тогда у нас без стыкнового решения, мы просто находим спектр. Как у нас угловая частота зависит от волнового вектора. Естественно, мы с вами научили, что она линейным образом зависит от волнового вектора. С на волнового вектора. Ну, а с этими, да, с очевидностей, есть скорость звука. Все. Итак, на самом деле мы получили, что у нас звуковые движения в идеальной жидкости будут из себя представлять. Мы просто звуковые волны нашли для них скорость звука. Но, вообще говоря, так как у нас идеальная жидкость, мы пренебрегаем идти под проводностью любой диссипации, то есть вязкостью, у нас, естественно, не затухающие звуковые волны будут в идеальной жидкости. Поэтому нам необходимо, вообще говоря, рассмотреть уравнение гидродинамики реальной жидкости будет. Сегодня мы будем заниматься. Ситуация будет более грановская. А вот и окончательность. В окончательных формулах мы будем сразу делать достаточно сильное продвижение. Мы будем делать. Вот так уравнение гидродинамики реальной жидкости. Как мы с вами говорили, в реальной жидкости нам необходимо учесть, что у нас все-таки функция распределения одночастичное отличается от локально-равновесного. Как мы с вами говорили, и функция распределения могут принять такое влияние. Для этого у него локально-равновесное вот с теми параметрами, макроскопическими определяющимися, определяющимися в уравнении гидродинамики. Но, вообще говоря, у нас, за счет, может, у нас система неравновесная, есть маленькая добавочка к этой функции распределения. И, вообще говоря, наша задача из уравнения гидродинамики попробовать в том или ином виде эту поправочку получить. Сейчас этим и заявляемся. Итак, давайте... Итак, вот уравнение гидродинами гидродинамики предполагают вот эти добавочки. Сейчас мы постараемся оценить добавку. Естественно, предполагаю, что она плавала в основном с равновесной функцией распределения, то есть, по сравнению с F0. Давайте добавить в угол, искать вот в таком вот виде. Где этот F поменяется. F0. Давайте, чтобы я бы вам раз вытащил, до чего он зависит, а? Импульса, частицы, ну и, вообще говоря, всех макроскопических параметров. Умножить на некоторые функции, функции F0. Давайте попробуем интеграмское уткновение оценить. Так, общий вид интеграмское уткновение надо было такое вот. Сейчас он у нас немножечко не будет. Вровнял совершенно общий вид, который мы с вами писали. П1. 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 П2. 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 Теперь наша задача оставить в этой квадратной скобочке слагаемая только линейная под дельтайм, в чём обратите внимание, вообще говоря о равновесной функции распределения, квадратная скобочка в горе обращается лосовая показывает, что где-то у нас f0, f3, f0, f1,3 просто равняется f0, 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 f0. Ну, то есть, в процессе столкновения у нас логарифм функции распределения является эффективным вариантом столкновения, он, соответственно, выполняется. Вот, вот такое равенство, если равновесие у нас ждать, что мы просто, как раз вопновение, прощаемся, вот так, в равновесии. Ну, и тогда давайте попробуем выписать членолинейное по ДТФ, но, значит, членолинейное по ФИ. Давайте, ну, давайте тут первое звукайло, чтобы понять, что будет происходить. Давайте с первым звукайлом занимаемся, вот подставляем туда, значит, либо первый уложитель ДТФ, второй уложитель РТФ, ну, либо наоборот. Значит, первый вариант, когда он будет, он будет, как-то нулевое, В4, как-то нулевое, В1, В3. Вот, так, ФИ, ФО, точный, либо плюс, когда первый уложитель РТФ, нулевое, а второй уложитель ДТФ добавочек, да. Ну, понятно. Значит, структивно понятно. Выделяем среднейность по краю, и ответ совершенно очевидный, какой будет. Во-первых, F вынесется из-под солнца. Останется слухом. А, F3, F3, F2. Невероятность рассеи. Невероятность рассеи. Останется F нулевое, Fb. Смотрим, Fb. Мы будем всегда со стриховыми, заменим внешне стриховыми. У меня, наконец, останется квадратная стопочка. Сейчас. Где в квадратной стопочке гнезде лимейным образом. Смотрим, что в квадратной стопочке гнезде лимцом шлифовыми. И давайте введем обозначение равняется, равняется. Итак, я открыл столкновение, из него вынесется функция распределения в качестве вамного уровня, и будет еще дополнительно некоторый линейный функционал по φ. Надо запомнить, что функционал линейный, так что мы постоянно будем это использовать. Ну а теперь это дело запомнили. Сейчас мы можем сделать основное выражение с которым мы будем работать. Вот теперь давайте займемся уравнением Больсмана. Итак, уравнение Больсмана. Давайте попробуем записать. В левой части выражения Больсмана не имеет смысла использовать неравновесную функцию распределения. Потому что основные поправки мы ищем именно за счет интегратора столкновения, именно за счет того, что он ищен от нуля. И это нам будет давать поправки, грубо говоря, к нашим макроскопическим параметрам. Поэтому в левой части может уравнение Больсмана, можете смело функцию распределения заменять на равновесную. Вот давайте левую часть уравнение Больсмана с равновесной функцией распределения и записывать. Итак, ДТ-кульевое, Пантера, плюс, ну вообще говоря, скорость для одной частицы. ДТ-кульевое, Пантера, плюс, ну допустим, если у вас есть внешний поля, то сила действующая со стороны внешнего поля, ДТ-кульевое, на ДТ-кульевое, на ДТ-кульевое, на ДТ-кульевое. Ну а в правой части интегратор столкновения. ДТ-кульевое, и ОФИ. Так. У нас это часто не очень, а на ДТ-кульевое, и ОФИ. Потому что работаем в линейном приближении. На самом деле, вот, грубо говоря, у нас здесь несколько перенормироваются макроскопические параметры, которые у нас определяются под такие равновесные функции распределения. То есть мы сейчас ищем поправки в лакроскопических параметрах за счет того, что у нас в правой части уравнения Вольтсмана появился интегратор столкновения отлично от нуля. Обратите внимание, вообще говоря, на равновесные функции распределения. За счет того, что возникли поправки в макроскопических параметрах. А левая часть, она у нас изначально равнялась нулю. Поэтому в линейном приближении, вот у нас сейчас ФИ, линейно вошли буквочки ФИ сюда. Соответственно, линейно вошла Дельта Р. Только за счет этого отличие отнулялось. В этом смысле все правильно записано. То есть в линейном приближении не имеет никакого смысла поправку туда же. Потому что, ну то есть если аккуратно все проделать, то можно убедиться, что вот поправка от Дельта Р она сюда обязательно войдет в такой комбинации, что будут все макроскопические параметры такие измененные, неравновесные, нелокально равновесные. То есть если добавить сюда, будет уже квадратичная аппаратка. Это показывает достаточно громоздко, хотя можно показать. Просто надо иметь, что почти всегда стандартно делается. Просто вот как бы в левую часть подставляете локально равновесную функцию распределения, а в правую часть подставляете добавочку к интеграмму столкновения. Ну а теперь наша задача попробовать, вот мы не даром здесь вытягиваем в качестве, мы можем делать это нулевое. Наша задача, если честно, попробовать вот здесь, мы можем делать это нулевое вытащить и на него сократить. Так, давайте попробуем это сделать. С учетом того, что вот смотрите, у нас функция F нулевое зависит от импульса и зависит вообще говоря от наших макроскопических параметров, которые, причем обратите внимание, импульсизм не зависит ни от координат, ни от времени. Поэтому зависимость от координат и времени у нас идет только через макроскопические параметры. А как у нас функция распределения от макроскопических параметров зависит, мы с вами знаем. У нас функция распределения F нулевое, ну не буду я ее выписывать похоже, то мы пишем где-нибудь большое ворожение. Поэтому давайте производное, да, так. F нулевое F нулевое FDT. Так, функция распределения у нас зависит от времени только через макроскопические параметры. Поэтому равняется, равняется. Надо взять производную по времени от концентрации частиц. Концентрация частиц. Вот. 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 Плюс. Точно так же. Производная по времени от скорости объема. Да. Вот. 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 Плюс. Вот. Еще. Еще температура у вас по времени может советь. Какие температура температуры? Какие температура температуры? Давайте смотреть с производной по координатам. Точно такая же ситуация. Давайте выдержим. Вот так. Какие температура слоевого повлия 거ifi varic, как правят, а по координатам. Wiegegyjoyet А теперь можно вспомнить явную функцию распределения и попробовать длину производную по R, U и температуре записать. Смотрите, там у вас была, записана функция распределения равнебесной. Я смогу вам перейти и сказать, что я смогу вам. Давайте дальше. Я, кажется, на другое поделу. Мы можем сразу на кубик поделить. Ну, экспоненты-то все время остаются как-то, у него производная неправильно. Да. Деньги, как мы можем. На дисплее это. На дисплее это. на минуту Т, на минуту М в квадрате предъявить нажимаем МТ минус 3-2 и опять наконец последняя производная, которая у вас здесь будет древный уровень И абсолютно такая-то ситуация Давайте повышем древний уровень АТ АТ это есть нечто и 0 как минус 3-2 и поделить поделить на МТ Х РФ РФ Вот видите, во всех производных РФ вытаскивается и сокращается вот цикл РФ Теперь еще немножечко можем поработать Значит смысл простой вот у нас, вот смотрите вот здесь вот возникли производные по времени Т производные по времени У и производные по времени Т Вот их мы можем заменить Их мы можем заменить через уравнение диаметной депродинамики с производным взятием и оставить только производные по координатам ну вообще полностью избавиться от производных по времени Переписав через уравнение диаметной депродинамики вот этих производных через градиенты и диаметные по координатам Значит если это проделаете и модернах на любое сократите тогда у вас уравнение принято не будет это достаточно громоздко по времени отставляем их очень немного да плюс еще пользователь уравнение мейлера и уравнение переноса этих план А ответ запишу Итак ответ записываем администра который нам сейчас периодически будет должен а администра л л т сколочек сейчас для того чтобы головы не писать лидовое значение вот такое вот и надо ради на минус 5 т минус минус 5 т т т и м и м и м плюс Плюс, я выясню, что такое π. Можно сказать, что это теплость, нормированная на ковпу. π, δ, π, δ, φ, β, β. Он был в квадрат, он был вектором. Так, вот здесь вот, β. П, δ, π, δ, π, δ, π, δ, π, δ, 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 δ. П, δ, 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 δ. Еще не поделаешь. Достаточно деменов. Давай перейдем. А наконец, последний. Менус π, δ, δ. Внешний веществ. Вот теперь, сказать, на случай. Открывается. И ровняется это все. И, вот, φ. Вот такое вот страшное уравнение получилось давать. А сделанные вещи в этом уравнении определимы. Так. Волочка π. Это более-менее отнормированный импульс. Отнормированный, из которого вычитан импульс, связанный с загорелимым объемом газа. Отнормированный, это раз. А вторых цель за мной и й. Это у нас вот такая вот символизованная производство. Пока родила там. Ди. У. Ё. Плюс. Д. Ё. У. И. И. О. Ну, то есть, некоторая производная по координатам. Симметричный транзор составленный из производных по координатам. Все. Вот так. Еще говорят про Тензор. Тензор производный скоростей. Ди. Ди. Скоростей. По-разному немножечко говоря. Важно, что он 7000. Мои. У. 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 2m проинтегрированная с функцией распределения по всему импульсному пространству. Значит, смысл простой. Чтобы еще раз дополнительно не переопределять наши макроскопические параметры, нам необходимо просто потребовать, чтобы добавочки к буквочке Фи, они у нас были такие, чтобы не переопределять макроскопические параметры. То есть смысл простой. Нам необходимо дополнительно потребовать к этому уровню, чтобы назначено было уравнение. На самом деле, конечно, мы можем вот сюда добавочки писать. Это мгновенно переопределить макроскопические параметры. На самом деле, уравнение перестроится так, чтобы у вас макроскопические параметры переопределятся, и компенсирует эту добавочку к буквочке Фи. Нет никакого смысла это делать, потому что можно с самого начала потребовать, что давайте писать такие добавочки к буквочке Фи, чтобы у нас была вот такая ситуация. Смотрите, вот, вот, вот такая интеграция. Опять, это, да. Она Фиитая. Фиитая. Это стоит. Она смотрит. У меня Фиитая, если бы что она как единичка. Та. Б. Опять. Б. Волография. Б 82. То есть способ простой. Давайте требуем, чтобы коскопические параметры полностью определились равномесными функциями распределения. А добавочкой функции распределения я была всегда устроена так, чтобы у нас... Вообще говоря, плюс-минейная комбинация есть, как бы, есть фиитая добавка как вот сюда. Ну, это было важно, фиитая определять. Все. Значит, на самом деле это однозначно фиксирует выбор фиит. То есть, вы нашли какое-то решение, вот, если мы вот это в головне. Проверяете, выполняется вот такое условие или нет. Если не выполняется такое условие, то туда вы дописываете в буквочке фи линейную комбинацию из эффективных вариантов столкновения, вот. И вот, исходя из вот этих вот условий, вы ищете коэффициенты, да, в этой линейной добавочке. Ну, на самом деле, сейчас мы увидим, что почти завсегда в интересующих нас случаях с самого начала после выполняется вот этого условия, где его периодически проверили. Ну, в простых случаях, она автоматически переговорится. Так. Заполненном это условие, давайте я вам вот здесь не завершу, ну, не уйдем. В общем, вы говорите, что на периодах надо идти. Давайте я сейчас подъем. Ну, давайте я подъем. Будем выглядывать саму взор и периодически это дело проявить. Пойдем вперед? Давайте подъем. Сейчас, наверное, можно сделать. Ты поддал его на тиканье? Больше не спрашивай. Сейчас будем заделывать. Ну давай. У меня такой пипец. Функции грима приняты. Там идёт пипец такой. Там просто пипец. Там пипец. Очень многое принято. Давайте давайте. Ну, кто знает. А если вам надо, я не готов. Потому что я готовился вообще, чтобы я не был. А почему-то. Но к этому только не то взбывал в начале. Я не знаю. А, вчера с Максимом. Сходили в клубы. А, в дрованке? Да, в дрованке. Ну, мы что-то знаем. Видите, знаю. Вот Максимов хромал там. Смотри, как это будет. А я вот. Ну, надо, большое. И мне нравится. Незикарный бит. Мягко. Ох. Ух. 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 Незикарный бит. Ух. 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 Продолжение следует... 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 он связывает вектор потока тепла с элементом температуры. У нас был вектор потока тепла за счет конвекции, а сейчас у нас еще дополнительно возникнет вектор потока тепла, связанный с дельта-м, а значит связанный с процессом теплопроводности. Ну или вообще говоря, вектор потока тепла у нас... ...вот пишу, что понятно было. Теплопроводность. Сможет связь двух вещей. Кул конвекции плюс кул тернопроводности. Причем с конвекцией, то есть с локальной равновесной функцией, мы уже с вами считали вектор потока тепла. А теперь наша задача, она сосчитается с лектором. И это будет вектор потока тепла, связанный в чистом виде степлопроводностью. Вот давайте вектор потока тепла, в чистом виде, связанным с степлопроводностью. Вот круг петля, петля, что у него равняется. Так, электропоток тепла. Это скорость частиц. Ну, так у нас петля и компонент, который рисует... Так, твой петля поделит наград. Вот. Кинетическая энергия частицы. Частицы теплопроводности. И все это домножить на функцию распределения и проинтегрировать по импульсу. У нас сейчас в данном случае интересует только вектор потока тепла за счет теплопроводности. Значит, нас интересует ослабляемое, связанное с дельта 5. Так, дельта 5, как вам говорили. Дельта 5 у нас выглядит следующим образом. Ж. Ю. И все это самое состояние. Запęзряемся с битви. Вырослым на голову, то maeню бы его леталяя. Украшаем. Шта питания, на голову. Да. Шта питания. Блиот치 на голову. Прямо в голову. Блиотам. Ат в голову Матани. Отв suckarит, правильно. А г з? Аж возьми твой взгляд. Сanın А отважки джи. Извparagus вы начали coexistent ну и занятENE. И последнего у нас осталось. Остался градиент температуры, причем йотая компонента. Жирь йод на дэто йод, где сумма по йоту будет заниматься. И на йотая компонента градиента. Впервые вспоминаем, что феноменологически обозначает коэффициент теплопроводности. Коэффициент теплопроводности будет такая штука. Капа, уйдет, раз, вверх. Вот это вот есть просто определение, что такое теплопровалность. Так, вектор потока тепла у нас направлен, естественно, против направления градиента. Это, по словам, для этого нам нужно. Ну и дэкзопроводность, это то, что связывает компоненты градиента с компонентами вектора потока тепла. Всё. Таким образом, вот мы с вами определили, как выглядит тензор теплопроводности. Вот. Если мы же йод мы определяем, то и тензор теплопроводности. Мы с вами автоматически определяем. Всё. Осталось нам буквочку жабить. Ну давайте ещё немножечко поработаем. Вы, так как мы рассматриваем с вами разреженный газ, значит, совершенно очевидно, газ у нас будет изотропный. И совершенно очевидно, коэффициент теплопроводности у нас будет тоже, ну, то есть, тензор теплопроводности у нас будет диагональным, вот. То есть, вообще говоря, для изотропного гады. Каппа идёт. Просто Каппа идёт. Идёт. Каппа уже изотропный коэффициент теплопроводности. Каппа. Давайте попробуем. Вот здесь, как бы, кирка в учреждении написать. Вот исходили из этого главного мнения. Как это сделать? Да очень просто сделать. Ну давайте вот зад вот. Вот что мы уже не помним. Вот это отделостяк, вот это отделостяк. Они сотропятся. Вот. Да. Теперь берем шпуль от правой нельевой стороны и пользуемся тем, что как-то идет вот такое. Понимаешь, что шпуль это идет, воняется с дворечки. И идет, продвигает по три значения. Понятно? Все, берете шпуль от правой и левой стороны пользуетесь тем, что как поедет вот такая вот шпуль. Значит, в правой стороне у вас получится минус или капа, ну и окончательно вы получаете. Капа, напомняется, минус, единица, назовем А6 за счет троечки. М в квадратик. М в квадратик. Интеграл от штура. Получится ПИ на ЖИ. Сумма ПИ есть и скалярное произведение. Да? П на ЖИ. Понимаете? 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 М в квадратик. М в квадратик. Ну теперь последний будет. Теперь осталось попробовать решить уравнение. Если мы отсюда найдем G, то, соответственно, мы исправляем определение, где попробовать. Пробуем решить уравнение. Давайте, на самом деле, мы с вами не конкретизировали только никак за просто мгновение, но и конкретизируйте особой радостью этого зрения. Возникли там довольно сложный вид для функционала от G. Решаются обычно такие уравнения, ну как, раскладывайте G по каким-нибудь полиномам. Чаще всего это полиномом гранит раскладывается G. Ну и ищите коэффициенты разложения на этом полином, ограничиваясь некоторым напором полином. Ну и тогда вы с точностью, считая, что у вас следующие коэффициенты будут убывать, можете найти первые несколько членов разложения и, соответственно, определить взгляд. Мы так с вами делать не будем, достаточно громоздкий метод, а мы сейчас воспользуемся с вами приближением времени релаксации. Вот мы с вами говорили, что в простейшем качественном случае иногда хорошо работает так называемое приближение релаксации. Вот когда интеграл совосновение F, он у нас берется вот в каком-то открытии. Немец F, немец F, ну и любое. На характерное время, за которое выступает равновесие, ну в данном случае за счет теплопроводности. Ну то есть вы ввели какой-то градиент, смотрите за какое время он у вас рассоснулся, то есть более-менее время релаксации за счет теплопроводности. Ну и давайте попробуем с вами придумать уже из этого уравнения, сосчитать, если вот у вас есть такое условие. Тут же самое главное. Совершенно очевидно, что вот это вот, то, что у вас здесь Ugh.... Давайте соберем, что у нас в боке ДТФ из себя представляло. У нас из себя представляла буквочка Фи, которая из себя представляла Ж. С другой стороны у нас... Ну как раз в мгновение, с такой стороны, что у нас из мгновения имел вот такой ответ. Вот смотри, от этого был как раз в мгновение. Вот у нас был Ф0 и 0, но и на И от Фи. Так, а И от Фи, так как Фи у нас равняется, Ж умножить на элемент температуры, на элемент температуры будет сбликать И вовсе. Ну в результате, это реально симметричное оно. А вот у нас есть Ф-мол и море. И... 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 Сравниваем. Ж... Равняется. Так... Ж... Равняется. И даже вот так. И... Ж... Равняется. Минус Ж... И... Равняется. И... Как будет всегда во временной ревансации. Продвижение во временной ревансации. Ну, отсюда Ж... Как бы... Вы... Вместо кет Ж... Можете здесь написать Ж... Великого толка. Ну, если надо же, то любое Ж... Вместо кетового уровня alrededor.. Ж... Минус... Минус... Все... Минус... Минус... Т... Минус... 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 Центра... Минус... Минус... А он и... Тctв... Взбекаем на данный момент, минус 5 штамм. Все, Ж нашли, подставляем, последовательного состава изграта, противного призыва. Если считать эндограмму. Эдограмму Гауссу я не буду на доске считать. Последнее, что нам осталось сделать, мы уже получили эндограмму. Вот, подставляем сюда бутылочку уфи, находим дельта. Вообще говоря, мы должны в этом дельта. Можете проверить на доске домовую единицу, чтобы мы ее получили. С верфиитая, это либо единица, либо пиитая, либо пиитая в квадрате. Ну, пиитая в квадрате опросов тоже поправили. Ну, значит, с п в квадрате есть единицы совершенно очевидно. Ну, это вот пиитая, да, импульс в первой степени, приинтегрированных по углам, ноль просто получит. Значит, с пиитая ситуация для некоторой степени сложнее. Вот, на самом деле, с пиитая сократится первое состояние, ноль просто получит. Так вот это вот условие выполняется, поэтому не надо полночки в фильме описывать какую-либо комбинацию из единственных вариантов столкновений. А сразу же мы с вами правильный ответ для полночки жертвы получили. Так, подставляем и ответ записываем. Ответ будет следующим образом. Ответ будет. После постановки. Включаем пряди. Температура. Концентрацию. Частиц газа. На время революциации. Кадридного бакета. Ну, вот. И шестьсотка полночки, чтобы уже было время революциации. На самом деле, сразу же можно сказать, что пробок от этого результата достаточно мало, потому что вы не можете сказать, как коэффициент тепло-проводности зависит от температуры из данного результата. По той простой причине, что вы не можете сказать, как время революциации зависит от температуры. Мы ввели просто как парамет. Ну, вообще говоря, параметры измеряемые. Такие проще тепло-проводности проверить, чем время революциации. Определить скорее эту форму для определения времени на революциации. Ну, на самом деле, для того, чтобы более конкретно считать, как от температуры тепло-проводности зависит, надо более часто решать. И вот раскладывая вверх по поленам и по поленам и по поленам. Продолжение следует.